Девочки, всем привет! Сегодня у нас будет собиралка, но, в общем-то, одна из быстрых собиралок. Потому что мне уже нужно выходить, я еще хотела забежать в банк, снять, как это называется? Аустюги. По-русски. Я не знаю, не буду загоняться. Короче, это... Про что я? Это... Вот, возьму вот этот, съем. А, вот он у меня. Хочу все-таки вот этот потратить, прежде чем тот дотрачивать. Потому что, если я этот отложу, то уже на год год будет лежать. Короче, здесь, я не знаю, может быть, это везде так. Раньше, я не помню, что такое было, но, в общем-то, и банки, банковские счета в моем детстве, их не было, зарплату получали на руки. А, ну, я уже динозавр, как бы. А сейчас ты без банковского... Ой-ой-ой-ой. Без банковского счета ты никто не что, ты вообще ничего не можешь. Вот. Слишком много крема взяла. Ну, не важно. И каждый месяц нужно снимать... Ну, я даже не знаю, как это назвать. Потому что я этого не знала в России. Auszug. Короче, какие там были траты... Ну, как бы, как отчет. Да? Можно бумажно, можно это делать в... Ой, господи. В такой электронной форме. Я еще это делаю в бумажной форме. Ой, мамочки, рот. Ну, потому что дома я распечатать не могу. Ну, и вот. А, господи, вот это же я мазанула. Я прям в глаз мазанула крем. Ой, как я буду глаза красить? Я же буду все это время слезиться. Вот и собиралка. Сейчас, секундочку. Я постараюсь протереть глаза и пойти помыть, что ли. Даже немножечко покраснел. Химия в глаз попала. А-а-а. Ну же все, ему нужно будет проплакаться. Так, ладно. Пока тогда займусь... Займусь макияжем лица. Ничего не остается. А макияж глаз придется, наверное, отложить. Да попозже. Девочки, мне кажется, я целый месяц или даже два хожу вот в этой штуке. Мне просто она невероятно нравится. У меня их две штуки, на всякий случай скажу. У меня... Я сразу в Нью-Йоркере, когда увидела, померила. Они такие шикарные. Я купила сразу две в зеленом цвете и в синем цвете. И я бы купила больше цветов, если там больше цветов было. Потому что она реально классная темняшка. Очень красивая. Обычно классические, да, какие они. Красные и темно-синие. А у меня именно такая синяя, больше голубая, наверное, правильнее было бы сказать. Да, наверное, я тогда приду обратно и сделаю вторую часть с макияжем глаз. А пока только... Только-только макияж лица. Будет в двух частях. Коротенькая собиралочка, потому что, на самом деле, мне уже выходить надо. Я не знаю там, какое соединение. А соединение, что такое соединение? Только благодаря подружке вспоминаю, что не все понимают, что такое соединение. Транспорт у нас ходит по времени. То есть вы можете прийти на остановку, посмотреть на табло. Если табло там написано, через сколько придет. Актуальное табло. Потому что иногда же тоже транспорт запаздывает. Бывает такое. Вот. А есть еще такой распечатанный план, висит обычно на остановках. И вот так все рассчитано, потому что в некоторых местах, например, у меня ходят трамваи каждые 10 минут. Но так как ходят два трамвая, до центра они ходят по одной дороге, а потом они в разные, конечные цели у них разные. Поэтому у меня как бы каждые 5 минут трамвай ходит. А вот бывают еще места, где, например, автобусы ходят каждые 15 или каждые 20 минут. Потому что такой потребности нет. Людей столько нет. Ну или они так решили. Ну или у многих машина. Ну, короче, я думаю, что у них есть какие-то информации, на которые они ориентируются. Какая-то статистика, может быть. Вот. И поэтому все так рассчитано, чтобы когда ты приезжал с одной остановки на какую-то другую узловую остановку, где еще какой-то транспорт ходит, чтобы ты не ждал потом эти 20 минут, а у тебя было соединение. То есть ты приезжаешь, и через 3 минуты подъезжает этот автобус, и тебе не нужно его ждать вечно сцело. И получается, что человек в состоянии, и здесь иногда бывает, знаете, ну... Короче, они либо крутят, либо вот маленькие расстояния, но... Ну, короче, чтобы удобно было, да? У нас то же самое есть. Люди пересаживаются. То есть это нормальное дело. И для нас тоже. Только у нас, мне кажется, нет такого понятия, как соединение. А может быть и есть уже. Я просто давно уехала, не знаю, как ходит транспорт. В мое время транспорт ходил, как бог на душу положит. Потому что коммерческие все автобусы в Воронеже были, трамваи, к сожалению, брали. Вся Европа ездит на трамваях, потому что, ну, типа, да, это а-ля экологичнее. А может, это просто альтернатива, не факт, что это прям суперэкологичнее. Так. Теперь мне нужно что? Теперь мне нужно немножечко румян. Опять возьму кикву? Ну, возьму пока кикву, раз мне так нравится, то... Опять зацикливаюсь. Вы видите, у меня сейчас период в жизни такой, что я на чем-то зацикливаюсь. Так, легкий румянец. И мне нужно еще кровь нарисовать. Так. Значит, базу потень я тогда тоже потом нанесу. Да, не буду красить глаза, потому что... Ну, я уверена, что еще слезы будут литься. Мне бы не хотелось, чтобы мой макияж испортился. Луна вчера такая красивая была, прям как фонарь в небе. Очень красиво смотрелась. А светлеет сейчас у нас 9 часов практически, да? 9 уже. Вот только сейчас вышло солнце. Мы еще часы не меняли. В конце октября будет, если не ошибаюсь. Я так рада, что сейчас все автоматически, потому что я всегда нервозная была. Я боялась пропустить что-то. Так, девочки. А, и еще хайлайтер. Ну вот помаду я нанесу. Помаду нанесу. Тоже зациклилась на помаде 06. Ты со сменей от Essence. Хотя у меня есть столько классных помад. Тут лежат, да? Ну, она такая комфортная, приятная. И у нее такой немножечко матовый эффект. Она на самом деле не особо матовая. Скорее даже уходит, знаете, в какое... Мне, как обычно, хочется... Как обычно в последнее время хочется менее таких четких границ губ. Красиво как-то смотрится. Не знаю. Может быть и некрасиво, но мне нравится. Вот. И хайлайтер. И все, девочки. Получается супер коротенькое видео. У меня сколько тут? А, ну, 10 минут. Нормально. И тут батарейка уже показывает. Менять ему надо. Ну, значит, все замечательно. Вот. Все, девочки. Пойду. И мы с вами увидимся во второй части, когда у меня уже будет больше времени. Если получится, конечно, сегодня. Если нет, то будет такая коротенькая собиралочка. Ой, девочки, ароматы, которыми я вчера я снимала видео и болтала с вами вот о таких вкусных ароматах. И потом пришла домой и в халате сидела. Потом пришла домой и одела этот халат. Как он вкусно пахнет. Снова, как он вкусно пахнет. Там, конечно, было, по-моему, все шесть ароматов. Но как же он вкусно пахнет. Поэтому сегодня я решила использовать два. Одновременно это прерогатив от Бритни Спирс. Кофейный аромат. Ну, я вам говорю такую важную ноту, которая ярко играет. А это ежевичный ванильный аромат. Это Джеймс Бонд 007. Вот их два смешала. И очень вкусно. Все, побежала, девочки. Если получится, то да попозже. Может быть, я видео загружу тогда в один день. Всем хорошего дня. До следующего дня. Всем пока-пока.